Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Зинов Лукьян Петрович. Интервью и литературная обработка Николай Чобану. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 27 января 2013 года. Часть четвертая. «Поэтому закон для меня превыше всего. Если же я ничем не могу подтвердить свои слова, то даже и не говорю. Стесняюсь. А другие?» «Помню, когда вышла «Малая земля», ее начали везде обсуждать, особенно подчеркивая дающуюся роль Брежнева. А в районе нас было трое, кто примерно в тех местах воевал. И как-то нас пригласили на встречу. Вначале выступал один, который служил писарем в штабе бригады морской пехоты. «Что-то рассказал. А потом его из зала спрашивают. А вы там Брежнева видели?» И он честно отвечает. «Ну, откуда? Я же на машинке печатал». «А слышали?» «Да откуда?» «Я слышал только про командующих армии Гречка Петрова. Слышал, но не видел. А уж тем более про какого-то полковника Брежнева. Ему сразу из президиума. Ладно, садись». Потом настала моя очередь. А перед тем, как выступать, я набросал текст выступления, отнес его в райком, но мне его там весь переделали, исправили. Но я все равно по-своему выступал, рассказывал, как было. Потом меня тоже спросили. «А вы Брежнева видели?» Я же был простой командир взвода. «Что я мог видеть, кроме своего участка обороны в 200-300 метров?» «Я даже за полк не могу точно сказать, а про дивизию и армию и подавно. А слышали? Да откуда я мог слышать? Что нам газеты приносили? Или радио слушали? Мы же в окопах сидели и бои вели. Зато после нас выступал один председатель колхоза. Их часть всего девять дней была в составе 18-й армии и непосредственно в тех боях не участвовала. Он сам тогда в звании старшины был, но он как начал, Брежнев он такой, 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 аж стыдно было слушать его. Именно из-за таких, как он, в то время даже анекдот появился. Пока некоторые отсиживались в окопах Сталинграда, судьба войны решалась на малой земле. Так что вы великим делом занимаетесь, историю пишете. Сейчас нашего брата осталось совсем немного, фактически единицы, поэтому собрать их воспоминания это дорогого стоит. Дело это благородное, но и очень ответственное, потому что я уверен, что по этим воспоминаниям еще будет написана настоящая история. Ведь только лишь по документам всю правду о войне показать невозможно. Подумать даже страшно, сколько судеб оказалось переломано, сколько людей героически погибли, а о них и не вспоминают, потому что у них ни наград, ничего, особенно те, кому пришлось воевать в 41-42 годах. Это ведь они приняли на себя самый страшный удар, а про них забыли. У меня как раз вопрос на эту тему. Вы не знаете, например, сколько ваших одноклассников воевало и сколько из них погибло? Насколько я знаю, из класса осталось всего четверо, а ведь нас было человек 15, ребят. Но дело в том, что ребята были из разных деревень, и не про всех я знаю. Слышал, что Вася Кельчин погиб. По данным АБД Мемориал, командир минометного взвода 170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии, старший сержант Кельчин Василий Михайлович, 1922 года, погиб в бою 14 марта 1943 года, похоронен в деревне Чумазово Калужской области. Кузнецов Коля, Белобородов Саша и Миша Первушевский тоже погибли. Директор нашей школы Александр Спиридонович Сергеев тоже погиб. По данным АБД Мемориал, заместитель командира минометной роты 20-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Сергеев Александр Спиридонович, 1912 года рождения, погиб в бою 29 января 1942 года, похоронен в деревне Лобаны Смоленской области. Примечание Николая Чубану. А из тех, кто остался жив, точно знаю про Ваню Пинзина, с которым мы сидели за одной партой с 4-го по 8-й класс. Иван Павлович уже после войны работал учителем в Уфе. Белобородов Саша тоже учителем после войны работал, но где воевал не знаю. Просто поймите, что после войны у нас как-то не было принято говорить о том, кто где воевал. А из нашей довоенной кампании, а нас было человек 20-25, только мы четверо вернулись. Один без руки вернулся, а другой же в 42-м вернулся с покалеченной ногой. А Никифоров Иван Филиппович вернулся по ранению в 43-м, зная, что он младшим лейтенантом был. А из родных многие воевали? Вот тут уже придется считать. По линии мамы у нас все близкие родственники живо остались. Погиб только троюродный брат Васильев Александр Александрович. Был он с 23-го года, но его почему-то до 44-го в армию не брали. Но потом призвали, и в первом же бою он погиб. Уже через три месяца после призыва пришла похоронка. А вот со стороны отца много погибло. Мои двоюродные племянники с 25-го года, близнецы Васи и Гена Зиновы, оба погибли. И отец их Александр Григорьевич, и его брат Илья тоже погибли. Из родственников подальше было два родных брата. Зинов Афанасий Афанасьевич, 1917 года рождения, и Федор с 20-го. Один служил на Балтийском флоте, а второй в погранвойсках на западной границе, и оба в плен попали. По данным АБД Мемориал, Зинов Афанасий Афанасьевич, 1917 года рождения, числится умершим в лагере Комаром, 4 октября 1941 года, примечание Николая Чубану. Старший вернулся, учителем работал, а Федор после плена оказался на Северном Кавказе. Я пытался с ним наладить связь, потому что в детстве мы были дружны, но не получилось. А отец их, Афанасий Зинов, вернулся с фронта без ноги и вскоре помер. И мой дядя, муж сестры, моей мамы, Ляпустин Фурлакимович, тоже побывал в плену. Он был 1910 года рождения, и в мае 1941 его призвали на сборы, и он попал в Брестскую крепость. Но уже на второй день его контузило, и он попал в плен. А в Германии он попал в работники, к одному Бауэру, и проработал у него до конца войны. Рассказывал, что тот к нему относился как к сыну, уговаривал остаться у него навсегда, и даже обещал женить на своей дочке. Но дядя вернулся домой, и, насколько я знаю, никто его пленом потом не попрекал. Работал завхозом в детском доме в Бирске и умер в 94 года. Вот так по-разному сложились судьбы, но я вам благодарен, что мы сегодня можем о них вспомнить. И особо я бы хотел рассказать о судьбе своего свояка. Ему столько довелось пережить, что просто удивительно. По таким судьбам кино надо снимать. Звали его Ермаков Федор Николаевич, и, если не ошибаюсь, он был 1918 года рождения. Еще до войны он окончил Ейское авиационное училище и женился на старшей сестре моей жены, Вере. И после училища он попал служить в Крым. Когда началась война, где-то в конце 41-го, его сбили над Плаештами, но он успел выпрыгнуть с парашютом и попал в плен. Но вскоре сбежал, вернулся в свою часть, и после проверки его вновь допустили к полетам. Во время очередного вылета его снова сбили над Черным морем. Но он опять успел выпрыгнуть с парашютом и снова оказался в плену в Румынии. Но он был очень боевой мужик, вроде из детдомовских, и опять сбежал. Снова вернулся в свою часть, снова стал летать, но в конце войны его в третий раз сбивают. И все над той же Румынией. Но он и в третий раз бежал из плена и снова стал летать. Представляете, все это он мне лично рассказывал, а на его кителе я видел шесть боевых орденов. А его жена всю войну прошла операционной медсестрой в одном из госпиталей. На сайте подвигнарода.ру есть выдержка из наградного листа, по которому старшина медицинской службы Велегур Вера Ивановна, 1923 года рождения, была награждена медалью за боевые заслуги. Образец лучшей медсестры и патриотки нашей Родины. В течение года работает в газовом отделении, обслуживая до 60-80 больных. Исключительно внимательно к тяжелораненым, бессменно по двое-трое суток находилась у постели тяжелых газово-гангренозных больных. В случае ухудшения состояние раненого своевременно сигнализировало врачам, чем спасла жизнь ряду из них. В частности, своевременным наложением жгута остановила смертельное кровотечение, а затем и дала свою кровь для трансфузии капитану Архангельскому. И такие случаи у нее не единичны. Является донором, много раз давала свою кровь для раненых. Исключительно скромна. Принимает активное участие в общественной жизни госпиталя. Работает над повышением уровня своих знаний. Владела техникой переливания крови. Самостоятельно сделала свыше ста переливаний. Технической дачей наркоза, гипсовой техникой, внутривенными вливаниями сделала их несколько сотен. В любое время готова заменить операционную сестру. За свою отличную работу получила несколько благодарностей от командования госпиталя. Получает письма от выздоровевших за ее внимательное и чуткое отношение и уход. Примечание Николая Чубану. При одной нашей встрече рассказывала, что в 1942-м, когда наших выбили из Керчи, она еще с двумя девушками двое суток болталась на автомобильной камере в Керченском проливе. В общем, когда война окончилась, они снова соединились. И его части опять направили в Крым. Все было хорошо, пока не прислали нового командира полка. Оказывается, они вместе окончили училище и вместе ухаживали за Верой. Но она выбрала Федю. И комполка стал его всячески притеснять. Во-первых, списал его с летной работы. Но это еще ладно, потому что у него после ранения одна стопа не работала. Но в один из дней к Вере пришел друг Федора, майор, и говорит, «Вера, быстро собирай все необходимое себе и ребенку. Машина стоит, билет я уже купил. Срочно уезжай. Потом я тебе все напишу». Что случилось? Ничего не знаю, но Федю уже арестовали. Оказывается, какой-то донос на него написали. И она с сыном уехала к своим родным на Кубань, а через какое-то время получает от мужа письмо. Где-то в Подмосковье он его в пути выбросил из эшелона, а кто-то подобрал и отправил по указанному адресу. «Вера, я ни в чем не виноват, но мне дали 25 лет. Везут, очевидно, на Колыму. Не жди меня, найди себе нового мужа». И в общей сложности он отсидел на Колыме лет 7. А потом его освободили, полностью реабилитировали, судимость сняли, вернули все награды и даже восстановили в партии. Получил в Москве двухкомнатную квартиру, там женился на другой женщине, потому что Вера уже повторно вышла замуж. Но с Верой они сохранили хорошее отношение. Ведь никто не виноват, что так вышло. Мы в 70-х годах дважды были у него в гостях проездом. Он нас прекрасно принимал и лично мне рассказывал свою апопею. Да, просто удивительная история. Может быть, кто-то знает всю эту историю более подробно? Не думаю. Сам он давно умер от рака горла, а вот Вера Ивановна ушла совсем недавно. А их общий сын, Валерий Федорович, стал доктором медицинских наук, к профессорам, живет в Минске. Но я думаю, что подробности и он не знает, потому что когда отца арестовывали, он был еще совсем маленьким, а потом его воспитывал отчим. А когда Федор Николаевич вам все это рассказывал, вы чувствовали у него какую-то злость или обиду на советскую власть за фактически поломанную жизнь? Нет, вы знаете, при том, что по характеру он был резкий и прямой, настоящий правдоруб, но он был не злобивый человек, и какой-то обиды я у него не помню. Но раз уж мы заговорили про плен и переломанные из-за него судьбы, то если хотите, могу вам рассказать про двух людей, с которыми меня сводила судьба. Расскажите, пожалуйста. В 1958 году, когда я работал в Гафуринском районе, меня на время весенней посевной направили уполномоченным от райкома партии в деревню Юлуково. Председателем колхоза там был Мухеддинов, у него все пальцы были покалечены в войну. И однажды мы с ним заехали в кузницу, смотрю, сама она очень хорошая, да и кузнец ей подстать, такой красивый башкирин под метр девяносто, боготырского телосложения, а инструмент аж весь блестит. Я удивился, но спросить постеснялся. А этот кузнец, Юсупов была его фамилия, знал, что у председателя колхоза даже пообедать нечем, у него же было семь или восемь детей, пригласил нас к себе. Пришли, а дом у него и все пристройки, как игрушка. Зашли, а мебель я такой нигде и не видел. Причем все так сделано идеально, просто исключительно. Тут, конечно, не выдержал, спросил, а кто вам дом строил? А что? Уж как-то все необычно. Все сам построил. Спрашиваю, а где вы этому научились? Так я же в плену был и рассказал мне свою историю. Он был года восемнадцатого или девятнадцатого, служил в Бресте и на третий или четвертый день войны попал в плен. Его вывезли в Германию, и там он попал на работу к немцу, у которого была своя мебельная фабрика. И тот его стал учить всему с самых азов, как материал выбирать и готовить. В общем, за все время в плену он настолько хорошо освоил науку, что немец назначил его старшим мастером. И до того к нему хорошо относился, что когда война закончилась, он его еще несколько месяцев держал и уговаривал остаться. Ты же там попадешь в тюрьму. Но я ничему этому не верил. Как так в тюрьму? За что? А даже если и в тюрьму, то уж лучше в неволе, но на родине. И когда он все-таки собрался уехать, немец ему сказал, как только устроишься, напиши адрес, я тебе вышлю полный набор всех инструментов. Я же тебе ничего не платил, поэтому хочу тебя хоть как-то отблагодарить. Приехал домой, и его сразу забрали на проверку, но вскоре освободили. Устроился в свой колхоз кузнецом, и где-то через год его снова вызывают в Уфу. Приезжает в это управление НКВД, а там его начинает расспрашивать, где сидел, что да как. Опять про все себя рассказал и про этого хозяина. А они улыбаются. Счастливый ты. На твое имя в Москву пришли несколько контейнеров. Немец держал свое обещание, прислал инструменты, и они потом даже переписывались. А в НКВД увидели, какого класса он мастер, и сделали ему заказ. Рассказывал, что для того, чтобы сделать по-настоящему хорошую мебель, нужно минимум два года. Вначале нужно выбрать лесу отличное дерево, в определенное время его спилить, соответствующим образом обработать, высушить, отделать. Не все так просто, оказывается. Поэтому специально ездил в лесхоз, лично выбирал деревья, и в конце концов сделал им отличную мебель. Они им очень хорошо платили. За счет этого и дом такой отстроил, женился, двое детей родилось. И еще про одного человека хочу вам рассказать. У нас в Рязановке директором школы работал один человек. Помню, как его звали, но, наверное, его имя упоминать не нужно. Он очень хорошо себя проявил, и как человек, и как учитель, и как руководитель. И вот в 69-м году в конце марта ко мне в кабинет приходит какой-то человек и представляется. Я Костя. И показывает свое удостоверение. Капитан КГБ. Что вам нужно? Мы бы хотели, чтобы вы провели ревизию в Рязанской средней школе. Пожалуйста, хоть завтра организую. Но нам нужно, чтобы вы лично ее провели. Так мне по должности не положено. Я ведь был заведующим райфинотдела Стерлитомакского района. Нет, нужно, чтобы именно вы провели. Тут уже мне самому стало интересно. А в чем дело? И он мне объясняет. На директора поступил материал. Он был в плену, и мы его уже несколько месяцев изучаем. Оказывается, этот башкирин был 1918 года рождения из Аургазинского района. И войну он тоже встретил в Брестской крепости. Тоже попал в плен. Но он был грамотный человек. И под конец войны в лагере его назначили старшим надзирателем. Мы знаем, что вы с ним приятельствуете, дома бываете. Да, это так. У него фотографии на стенке есть? Не видел. А как он как семьянин? Во всех отношениях я его знаю как очень порядочного человека. Но знаю лишь, что в армии он был младшим лейтенантом. Ну ладно. У него в кабинете в столе есть фотографии, в том числе и армейские. Посмотрите. Так я же брать не могу. А вы и не берите, мы сами возьмем. В общем, взялся я проводить ревизию, и сразу появились вопросы. В ведомости он включил лишних трех человек и получал за них зарплату. Оказывается, у него в Уфе было сразу две любовницы. Одна артистка, другая в Министерстве просвещения. И он пошел на этот подлог, чтобы иметь возможность дарить им цветы и подарки. Но он во всем сразу же признался и пообещал. Я внесу все, что взял. Продолжаем с ним беседовать, и вдруг он мне говорит. Эх, Лукьян Петрович, я же знаю, чего вы все время ко мне ездите. Давайте-ка я вам всю свою жизнь расскажу. Я уже и сам замучился. И рассказал мне все, что попал в плен и там дослужился до старшего надзирателя. Но ничего плохого людям не делал, поэтому после освобождения прошел проверку и его отправили служить в армию. Там в трофейной команде дослужился до младшего лейтенанта. Потом вернулся домой. Но тут за него органы как взялись, буквально извели его своими проверками. Рассказывал, что никак не хотели оставить в покое, и время от времени его негласно показывали людям, с которыми он вместе сидел. Один из Новосибирска приезжал, другой с Украины, третий из Смоленской области, и еще один уфимский. Но я их всех видел. Я же прямо чувствую, когда за мной следят. Но как потом выяснилось, все эти люди отзывались о нем очень хорошо. Если бы не он, нас бы там сотни погибло с голоду. Он же нам и с питанием, и с медикаментами, и с одеждой, и с работой помогал. Только благодаря ему мы и выжили. Рассказал, что из-за этих постоянных проверок они с женой решили скрыться и уехали в Краснодарский край. Но их и там, конечно, нашли, и опять стали таскать. Поэтому они вернулись в Башкирию. А этот разговор у нас случился в июне 69-го за два дня до организационного пленума Башкирского обкома партии, на котором первым секретарем избрали Шакирова. Это важно, потому что имеет непосредственное отношение к его истории. Он уже был кандидатом в члены КПСС, но по результатам этой ревизии его на бюро исключают из партии, да еще наказали тех, кто давал ему характеристику. А у нас были очень хорошие отношения, поэтому после бюро мы вместе с ним пришли в кабинет, и он прямо расплакался. Сколько же я мучений из-за этого плена принял. Ведь я со своими способностями мог не директором школы работать, а гораздо выше. Потом немного успокоился. В партии я восстанавливаться не намерен. Да мне все равно ничего не сделают. И рассказал мне по секрету, что уже принято решение о том, что первый секретарь, Нуреев, уходит на повышение в Москву, а новым через два дня назначают Шакирова. А Шакиров это мой двоюродный брат. Понимая, что дело принимает новый оборот и попахивает скандалом, я пошел к руководству бюро. Они посоветовались, и тут же на бюро это решение об исключении отменили. Но он все равно был настолько обижен, что решил уехать в Узбекистан. Вот такие вот судьбы. Эх, вот если бы раньше стали собирать воспоминания, то какие бы истории довелось узнать. Недаром говорят, что жизнь похлегче любого писателя сюжета заворачивает. Ведь такое захочешь, а не придумаешь. А вам самому приходилось общаться с особистами? В запасном полку я с нашим особистом даже не пересекался, а вот на фронте довелось. Перед наступлением под Новороссийском мне нужно было куда-то выделить отделение. Отдал распоряжение командир отделения, а он вдруг заявляет, «Я не пойду». А этот сержант как раз отличался тем, что часто нарушал дисциплину, и я был вынужден принимать в отношении него воспитательные меры. «Как не пойдешь?» спрашиваю. А командир рот аж вскипел. Расстрелять его надо. Но я с ним крупно поговорил и решил вопрос. А дня через два-три мы с Единяном в боевой обстановке встретились с нашим полковым особистом, старшим лейтенантом Адамяном, и крепко с ним поскандалили. Оказывается, этот сержант приходил с особисту к каким-то родственникам и, видимо, нажаловался ему. Это все дошло до командира полка и где-то на привале, а он всегда верхом ездил, подъехал ко мне. Что случилось? Я объяснил, так и так. А почему ты не настоял? В общем, никаких последствий наш нелицеприятный разговор не имел. Вроде все стихло. Но уже после освобождения Тамани мы снова встретились с Адамяном, и я почувствовал, что он ко мне настроен не очень дружелюбно. Но в ноябре 45-го, когда возвращались из Ирана, на пограничной станции сел в офицерский вагон и встретил там его. Хорошо с ним поговорили и по существу он признался, что был неправ и извинился. Рассказал, что родом из Баку и приглашал к себе в гости. В общем, тепло пообщались и по-доброму расстались. Мне бы хотелось узнать о вашем отношении к Сталину. Самое хорошее. Конечно, ошибки у него были, но проведение коллективизации считаю правильным. И то, что индустриализацию нужно было проводить, это же вполне очевидно. У него просто не было другого выхода. Правда, не все это хотят признавать. А если так, то сразу возникают вопросы. А как заводы строить? Где взять рабочий класс? Чем платить? А где взять время, чтобы ждать, пока все осознают преимущество колхозного метода? Наверное, можно было бы по-иному, как-то помягче. Но это мы сейчас задним умом такие умные. А если бы коллективизацию быстро не провели, то не смогли бы провести индустриализацию, а значит, и не смогли бы победить в войне. А то, что без Сталина мы не победили бы, это даже не обсуждается. А всеобщее среднее образование? Ведь почти же все безграмотные были. Но меня, например, в пятом или шестом классе прикрепили к трем женщинам. Я ребенок ходил к ним и учил и буквам, и цифрам, и читать, и писать. А их тетради носил на проверку моей классной руководительницы. А когда вернулся домой с фронта, эти женщины мне спасибо говорили. Ты тогда чуть не плакал, заставляя нас учить, а мы теперь и письма могли читать, и писать. А какие заводы построили, какую технику дали деревне, армии. Всего этого у него ведь не отберешь. Поэтому сейчас все старшие поколения из-за Сталина. А о том, что столько людей было репрессировано, мы и не знали. Но я убежден, что капитализм себя уже изживает, и народная власть еще обязательно вернется. Вот почему сейчас и Сталина, и колхозы поливают. Потому что люди недовольны, хотя мы все в материальном плане живем куда лучше, чем в то время. В основном все сыты, одеты, но в душе-то радости нет. Я ведь раньше, я сам помню, с детства все на сенокос едут, как на праздник, в чистом, с песнями, из поля едут, песни поют. Такой настрой был душевный. И на палочки эти за трудодни не бежались. Правда, у нас в колхозе все-таки немного платили. Как-то рассказывал об этом одному журналисту, так он мне не поверил. Не может быть. Я вам что, вру? Откуда же я все эти старинные песни знаю? Так что это очень правильно, что мы говорим не только о войне. Люди должны знать, какая была раньше жизнь. И это чистая правда, что в атаке многие действительно кричали за родину, за Сталина. Потому что во время войны Сталин для нас был как бог. Это уже сейчас, прочитав много разных материалов, многое переосмысливаешь. Вот спрашивается, зачем нас в 42-м бросили под Харьков? Ведь у нас ни пулеметов, ни пушек, даже патронов толком не было. Фактически на уничтожение кинули. Или, например, я потом читал много материалов о Малой Земле и задаюсь вопросом, а зачем нам был нужен этот плацдарм? Ведь стоило только прорвать фронт севернее Новороссийска, как немцы оттуда сами побежали. И зачем, спрашиваются, все эти жертвы и страдания? Но и в этом случае я бы винил не Сталина, а высший генералитет. Потому что ему, видимо, обоснованно доказали необходимость плацдарма. Но ведь генералы бывают разные. Если одни старались добиваться побед, хитрости, умения, малым составом, то у Жукова, например, все наоборот. Вот зачем, спрашивается, нужно было в лоб лезть на Берлин и класть столько людей? Сейчас принято считать, что все успехи при Сталине были достигнуты только из-за страха людей перед репрессиями. Скажу только за себя. Лично я до 1965 года по работе на себе никогда не испытывал никакого страха и опасений. У меня всегда было твердо, закон превыше всего. Поэтому, невзирая на лица и должности, мог спорить с вышестоящим начальством. Например, когда только начинал работать, как-то вступил в жаркий спор с начальником отдела финансов Минфина и жарко ему доказывал, что он не прав. После, конечно, думал, ну все, выгонят, а вышло как раз наоборот. Люди заметили и оценили, что я справедливости добиваюсь и стали продвигать меня по службе, а этот человек стал моим хорошим другом. Но люди ведь разные попадаются и, конечно, всякое случалось. Меня и в 1953 году даже из партии исключали. Если можно, расскажите, пожалуйста, об этом. В 1952 году меня направили на работу в райфинотдел Архангельского района. Приехал туда, а там на участке моей работы завал просто. Пришлось днем и ночью работать и стал наводить порядок, невзирая на личности. Ведь обнаружил, что районное начальство систематически нарушает налоговую дисциплину, а некоторые руководители допускали откровенное злоупотребление. Как раз в это время туда первым секретарем партии назначили некоего Баймухаметова, и он с первых же дней стал допускать злоупотребление. Представляете, туда он приехал сразу после окончания всесоюзной партийной школы, но первым делом закрыл детский садик, чтобы самому поселиться в том доме. Во-вторых, спутался с одной женщиной, у которой я нашел злоупотребление по работе. Ее нужно было освобождать от работы и передавать дело в прокуратуру, а он все замял. А у меня о партии и коммунистах были очень высокие представления. Я был молодой, наивный идеалист и все принимал за чистую монету, тем более перед увольнением в запас наш комдив, генерал-майор Дорофеев, постоянно проводил с нами беседы об офицерской чести. И я во всем офицерском ходил, только в августе 56-го впервые надел гражданский костюм. Ничего другого просто не имел. В своей армейской шинели проходил до 53-го года, а потом из нее что-то пошил старшему сыну. И жена тоже самая. Поэтому понятие об офицерской чести для меня было святым, и когда я увидел такое, то, конечно, не мог смолчать. Он, конечно, мне это запомнил, и вскоре ему предоставился повод со мной рассчитаться. Когда я разгребал завалы на работе, то вдруг выяснилось, что оперуполномоченный МГБ несколько лет не платил налоги. Я приехал разобраться, как же так. Оказывается, он жил с отцом, который, пользуясь этим, не платил. Но это же было совершенно незаконно, и я произвел у него опись имущества. Правда, переговорил вначале с прокурором района, с председателем суда, и они меня поддержали. А потом со свидетелями пришел и провел опись. Он, конечно, обиделся, подключил связи, из подачи первого секретаря райкома в марте 53-го меня сняли с работы и исключили из партии. Так что вы думаете, я испугался, через несколько дней прорвался к секретарю обкома Петру Васильевичу Ураеву. Как хотите, выгоняйте, не выгоняйте, не уйду, пока не выслушаете. Рассказал ему все, и на следующий день на бюро обкома это решение райкома было отменено и даже в личное дело не записали. Вот такой я упрямый всю жизнь. Поэтому и сейчас кто живой смотрит на меня с уважением. А вы бы знали, что творилось в 30-х годах, когда создавались колхозы? Ведь председатели колхоза сами выбирали. Мало ли, что там райком ремкомендовал. Вы бы только слышали, как на отчетных собраниях друг друга критиковали. По двое суток собрания шли, я сам очевидец этого. Вот это была самая настоящая демократия. А сейчас народ бесправный. Работы нет, идеи нет. А только попробуй покритиковать. Да, сейчас принято считать, что раньше все были зажаты, боялись кровавого Сталина. Но лично я никогда не ощущал страха и не помню такого. Зато потом, как началось, для себя я даже отметил конкретную дату октябрь 65-го. А все потому, что к этому периоду власть окончательно перешла к партийным органам. Ведь до этого все вопросы решались в органах исполнительной власти. А партийные органы были ниже по статусу. Вот, например, наш колхоз. И до, и после обслуживал инструктор Бирского райкома партии. Говорун такой все за политику агитировал, но его, собственно, никто и не слушал. Помню, как-то после войны он приехал на совещание председателей колхозов и как начал опять воду лить. Так один из председателей встал и говорит, слушай, по имени-отчеству, ты не мешай нам, пожалуйста, мы сами разберемся. А вот с конца 60-х попробуй-ка так сказать. И сейчас все к этому идет. Поэтому я считаю, с момента, как власть перешла к партийным органам, вот отсюда все беды и начались. До этого у меня никогда не было противоречий с председателями исполкомов, наоборот, всегда относились ко мне с уважением, постоянно советовались. А вот на первых секретарей райкомов мне часто не везло. Спорили страшно. Меня ведь дважды в 72-м и 74-м помещали в республиканскую психбольницу, по 4 месяца там находился. Да вы что, как же такое было возможно, если вы, член партии с безупречной репутацией, всегда были на отличном счету в профильном министерстве? Это все уже не имело значения, порочная система набирала обороты и подминала под себя тех, кто в нее не вписывался. А ведь я с чем боролся? С различными злоупотреблениями и приписками. Ведь по роду своей работы я прекрасно знал реальную картину того, что творится в районе. Но новый первый секретарь райкома партии был по специальности зоотехник и в вопросах финансов и экономики был абсолютно безграмотный. И самое страшное, что даже и не хотел в них вникать. И его методы работы приносили только вред и убыток. И не только у него, но и по всей стране такая система сложилась. Потому и Советский Союз рухнул. Я и сейчас бывшим партийным работникам постоянно указываю. Это же вы. Мы с вами его развалили. Пустыми прилавками и очередями. Я же выписывал журнал «Коммунист», а в нем каждый год печатали автобиографии членов политбюро ЦК. И отлично помню, что в последнее время средний возраст членов политбюро был больше 74 лет. Куда с такими людьми? Какое светлое будущее? Они ведь там по 20 лет сидели, никуда не выезжали и ничего не знали, что на местах творится. А я выступал на партийных собраниях и нещадно боролся. Не подписывал решений на выдачу премий, потому что знал, что их отличные показатели достигнуты за счет приписок. А на тех, кто проворовался, оформлял дела в прокуратуру. Конечно, все это вызывало у определенных людей раздражение и приводило к серьезнейшим конфликтам. Я уже почти 30 лет на пенсии, а бывшие работники райкома, подхалимы той системы, до сих пор не могут меня простить. Ведь доходило до того, что через Совет Министров я добивался отмены решений из полкома райсовета. У нас были постоянные конфликты, я не выполнял их антизаконные указания, но там целая система сложилась. Я у них как кость в горле был, но убрать меня они никак не могли. Ни единой зацепки им не давал. Честно работал, не курил и не выпивал, с бабами не таскался. Правда, угрожали мне, несколько раз звонили. И председатель нашего районного КГБ меня предупреждал, но Бог миловал. Правда, они придумали другое. В 1972 году в апреле меня обманным путем определили в Республиканскую психиатрическую больницу. Там в 12-м клиническом отделении лечилось 75 человек. Одна палата на 25 человек, а в нашей 50. Представляете, что это такое? И таких, как я, там было около 10 человек. Бывшие профессора, партийные работники, которые боролись со сложившейся системой. Но меня спасла главврач этого отделения, Попова Елена Васильевна. Она меня сразу предупредила. Лечить вас буду я. Лекарства и уколы принимать только от меня и фельдшеров, которых я вам назову. От остальных ничего не принимать. И все это время она давала мне общеукрепляющие средства. Провел там полагающиеся 4 месяца, а на консилиуме врачи вынесли заключение. Совершенно здоров. Приехал в Стерли-Тамак, захожу в райком к первому секретарю. Ну вот, явился из политической ссылки. Откуда? Лично я так все это расцениваю. Проговорили с ним долго, и я ему сразу сказал, я от законов отходить не стану и буду точно так же добиваться справедливости. Я ведь из-за них даже готов был сменить специальность. Три курса заочного юридического института окончил. В общем, продолжил работать в том же духе, и когда они увидели, что я ничего не понял и не исправился, то повторили свой трюк. Осенью 1974 года, после скандала на заседании исполкома райсовета, я с сердечным кризом попал в больницу. Две недели отлежал, а потом меня опять перевели в психиатрическую больницу. Четыре месяца отлежал, но на консилиуме врачи снова выдали заключение. Совершенно здоров. Сразу пошел к первому секретарю райкома. Выходить мне на работу? Что за вопрос? Так я же не исправился, я буду работать точно так же. Будем работать. Но учтите, если только хоть упреку слышу, но уже месяца через четыре я был вынужден написать письмо на имя генерального секретаря КПСС, министра финансов и генерального прокурора СССР. И как офицер запаса написал еще министру обороны. Из Москвы приехала комиссия, стали разбираться и увидели, что я прав. Поддержали меня, а тем деятелям устроили такой разгон. Ведь выяснилось, что первый секретарь и домработницу держал, и личного шофера, и председателя райисполкома то же самое. А у меня только последний акт по Тарайпотребсоюзу был на 105 листах и к нему 5000 приложений, документов. Столько уголовных дел было открыто. Мы, конечно, сильно отвлеклись, но я вам все это рассказал не для того, чтобы похвастаться, просто хотел вам наглядно показать, что все нарушилось с приходом Брежнева. Вся коррупция, пьянка и воровство приняли широкий размах именно во времена его правления. После войны как бы трудно не приходилось, порой очень тяжело, но люди жили тем, что будет лучше, жили этой надеждой. И именно поэтому сейчас пожилые люди так хорошо вспоминают то время. И, пожалуй, что до Хрущева страна шла вперед. Все созидалось, и заводы строились, и сельское хозяйство, и наука, образование, медицина. Все шли вперед. Правда, это именно Хрущев, чтобы оправдать свои ошибки, облил грязью Сталина. Хотя я уверен, что на его совести грехов даже побольше наберется, да только он сумел уничтожить компромат на себя. А с Брежнева все окончательно покатилось. Начал зачем-то Целину, да только загубил и земли, и людей. Только танки штамповали, вот и доштамповались. Я понял, что в партию вы вступили на фронте. Насколько осознанным был этот выбор? В нашем селе было три коммуниста. Председатель колхоза Зинков Дмитрий Ильич, директор школы Лобанов Николай Иванович и председатель сельсовета Петровский Николай Павлович. У них у всех были настолько высокие репутации и авторитет. Они для меня таким примером стали, что я уже с детства мечтал вступить в партию. Кандидаты меня приняли 10 декабря, но я отлично запомнил день, когда я подал заявление. Мы тогда стояли на переформировании под Ейском, и 3 мая нам выдали новую форму с погонами, а дня через 3 нашему батальону устроили смотр. Всех построили, а я вам уже рассказывал, что у меня командиром первого отделения был прежний шофер командира дивизии. Он был очень волосатый, и когда построились, мне кто-то сказал «Сергей, без погон!» Оборачиваюсь. «Сергей, а где погоны?» «На плечах». «Ты чего смеешься?» «На плечах!» «Не волнуйся, ничего не будет». «А он же в первом ряду стоит». Комдив подходит, а он в нос говорил «Сергей, где погоны?» «На плечах, товарищ генерал». Он вдруг быстро снимает ремень, гимнастерку, а на плечах выбрита в форме погон и красной краской нарисовал себе лычки старшего сержанта, а пуговицу желтой. И смех, и грех. Комдив только и сказал «Каким ты был, таким и остался». Потом комбат подходит. «Сережа, ты чего?» «Ладно, я или командир роты получим замечание, а ведь командира взвода могут и наказать. Ничего не будет». Вот такой был человек. «Все что угодно мог достать. Пойдет на дивизионные склады, а там у него везде знакомые. Были у вас какие-то трофеи? Офицеры обычно часы имели, пистолеты. У меня парабеллум был, мне его какой-то солдат подарил. И хранил я его у себя до сорок седьмого года. А зимой что-то вспомнил при него, надо бы его выбросить, а то неприятности будут. Спросил жену. Так я его давно разобрала и выбросила в колодец. Часов не имел, а вот немецкая ложка была. Складная ложка-вилка, очень удобная. Но потом куда-то делась, даже не помню. А вот у моего ординарца, халопяна, была весьма заметная ложка. Самсон был невысокого роста, но жилистый такой, очень веселый и энергичный. Даже в тяжелые моменты никогда не унывал, а наоборот, пел и плясал. А когда ходил по окопу, никогда не пригибался, я его даже ругал за это. Но он был твердо убежден, меня не убьют, потому что с ним была эта ложка, тяжелая такая, видимо, лавянная, и он ее носил на грудном кармане на манер ручки. Из нее торчал маленький ржавый осколочек, поэтому он ее постоянно чистил. И как-то раз объяснил мне, это дедова ложка. Он на фронте с турками воевал, и она его спасла. Отец тоже воевал с ней, остался жив. Это наш талисман, поэтому со мной ничего не случится. А у вас самого были какие-то приметы или суеверия? Многие ветераны признаются, что чувствовали, что вскоре с ними что-нибудь случится. Нет, у меня даже перед ранением ничего такого не было. Многие вспоминают, что считалось не к добру брать что-нибудь из вещей погибших. Это да. Я, например, тоже ничего не хотел брать с убитых. Помню такой случай. После того боя, в котором погиб командир дивизии, вошли на хутор, а там кругом валялось много убитых немцев. Прямо во дворе, например, лежал одетый в очень хорошее обмундирование молодой обер-лейтенант. И все через него перешагивали, словно через какой-то чурбак. А у меня обувь плохая была, и мне солдаты предложили, давайте мы его занесем ногами в комнату, они немного оттают, сапоги снимем и дадим вам. Но я категорически отказался. Мы заговорили на эту тему, и мне вдруг вспомнился такой эпизод. Когда мы стояли под Керчью и готовились к штурму, то там, в Булганахской долине, еще в 42-м году, погиб наш кавалерийский корпус. Стали окапываться, но только начнешь копать, непременно натыкаешься на могилу. Причем тела еще не разложились, ведь там каменистая почва, могилы неглубокие. И нам поступило указание собрать документы погибших. Стали собирать, и оказалось, что там в основном молодые ребята 1918-1919 годов из Владимирской и Рязановской областей. Все в новых шинелях, гимнастерках, кое-где шапки были, добротные сапоги, и у всех у них были новые хрустящие тридцатки, видимо, только получили. А вот армяне, кстати, как хоронили погибших? Отпевали, может, или молитвы читали? Нет, никаких особых ритуалов и молитв никогда не было. Во всяком случае, я не видел. Как вы считаете, благодаря чему остались живы? Некоторые ветераны, например, прямо говорят, что на фронте атеистов нет. Вы, например, на передовой не стали задумываться о Боге? Нет, вроде никогда не думал об этом. Как-то так сложилось, что я с раннего детства рос, не думая о Боге, да и сейчас на склоне лет тоже остаюсь атеистом. Ведь в детстве, когда к нам приходил наш сельский священник, я его все спрашивал. Отец Михаил, а где Бог? А кто его знает? Поэтому у меня с детства сомнения, раз он не знает. А жив остался, наверное, благодаря судьбе. Очевидно, мои энергии, желания и стремления жить позволили мне пройти через все испытания. Но я согласен, что какая-то необъяснимая сила все-таки есть. Например, я был очевидцем такому случаю. В декабре 44-го меня вдруг срочно отправили в Батайск. Там формировался большой эшелон с пополнением, но один из командиров рот заболел, что ли, и меня срочно направили вместо него. Приехал, а там оказывается в основном ребята 1927-го года рождения, все со Ставрополья, Краснодарского края и Ростовской области. Выделили мне три вагона, и я эту роту сопровождал Валкино. И в этой поездке выяснилось, что в одной из рот едет паренек, который от природы владеет гипнозом. Пригласили его в офицерский вагон, начали расспрашивать, а он рассказал, а я и не знаю, откуда у меня это. Нас у матери трое было, я старше и две сестренки, но коровы нет, а без нее голодно, поэтому во время оккупации туго пришлось. И вот как-то весной или летом иду, смотрю, сидит дед на лавочке, а я знал, что они жили очень хорошо. Иду и думаю, эх, если бы ты знал, как мы голодаем. Вдруг дед меня подзывает, как живете, так и так, зайдем. Зашли в дом, он бабке говорит, дай коровай хлеба и кусок сала. Принес все это домой, а мать ругает, ты, наверное, украл. А я даже и не думал ничего такого. Через несколько дней шел по другой улице, там женщина сидит, их семья тоже хорошо жила. И я не специально, просто опять подумалось, эх, если бы вы только знали, как мы тяжело живем. Не просил ничего, но она дала мне продукты. Принес, мама обратно ругается. Потом иду, опять этот дед сидит. Снова о том же подумал, он приглашает, зайди. Опять дал продуктов. Тут уже мать не выдержала, пошла к ним, спросила, и ей подтвердили, что сами угостили. А потом я услышал, что есть такое явление, гипноз. И думаю, дай попробую. Как-то с поля шел, а впереди меня две девушки. Смотрю им в затылок и внушаю, снимите платки. Смотрю, они снимают. Снимите кофты. Они и кофту сняли. Потом юбки сняли, и остались голые. А я повернулся и ушел. На другой день их спрашиваю, что там делали. Да вот захотелось раздеться, потом оделись. А мать ему строго наказала. У тебя, наверное, дар, поэтому никогда не думай о плохом. И говорит, в селе, если мальчишки начинают шуметь, я им сразу внушаю, вы чего, нельзя ведь. А сейчас едем, я внушаю ребятам со мной поделиться продуктами, и они делятся. Мы его рассказ выслушали, но как-то не верится. И один старший лейтенант, не особенно ему поверивший, говорит, а нам что-то показать можешь? Давайте попробуем. Сидим, потом он говорит, товарищи офицеры, давайте все свои пистолеты. И мы все без всякого выложили и отдали ему. А как приехали в Алкино, этого парня сразу отправили в какой-то специальный институт или подразделение. Так что, когда сам такое увидишь, не захочешь, а поверишь. А вот лично вы, допустим, воевали с каким чувством? Верили, что останетесь живым или, наоборот, думали, что непременно погибнете? Вы знаете, такого чувства безысходности я у себя не помню, но к смерти мы относились просто. Погиб, погиб. Это война. К смерти, конечно, привыкнуть нельзя. Но особых переживаний ни у себя, ни у других я не помню. Но вы можете сказать, что чью-то смерть переживали тяжелее всего? Вы знаете, пожалуй, что даже и не смогу выделить. Просто у меня так сложилось, что за все время на передовой не погиб никто из моих друзей или близких товарищей. Но, конечно, когда погибал кто-то из знакомых, обязательно переживаешь. Например, так было, когда погиб наш батальонный повар. Костя его звали. Здоровый такой парень, симпатичный, лет по 30. Очень вкусно готовил. Постоянно кого-нибудь гонял в степь набрать душистых трав для приправ. До войны он работал поваром в одной из ереванских ресторанов, и кто-то мне рассказывал, что до прихода к нам он служил личным поваром, чуть ли не у командующего 58-й армии. А погиб он случайно, никто не думал. Когда прорвали голубую линию и продвигались вперед, наш батальон в колонии полка шел третьим. Костя шел рядом с кухонной бричкой, и вдруг взрыв. Оказывается, бричка колесом наехала на противопехотную мину, и его поразило 18-ю осколками. И ведь кровь не особенно и сочилась, но через полчаса он умер. Вот рассказал про него и вспомнился случай, как он нас накормил ежиками. Когда мы стояли на переформировании под Ейском, однажды, будучи дежурным пороте, я вдруг увидел, что Костя рядом с кухней вырыл яму метр на метр, и глубиной с метр. Спрашиваю, для чего яма? Для отходов? Нет, мне нужно. Ну ладно, нужно так нужно. Ушли на занятия, а в обед пришли. Смотрим, в яме ежик бегает, а там ежей очень много водилось. Спросил его, а зачем ежика поймал? О, кушать будем. Как кушать? Он же мышей ест и змей. И чего еще? Да вы просто не знаете, какое это вкусное мясо. Вечером приходим, а там уже сохнет его шкурка. А до этого, дня за два, этот Костя приходит. Товарищи офицеры, в колхозе, где я получаю продукты, свинья поросилась, но кормить их нечем. Может, скинемся? Какую-то копеечную сумму назвал. Я пару молочных поросят куплю. Все без разговоров скинулись. На следующий день приходим на обед, первое поели, а на второе обжаренное мелкими кусочками мясо. А у нас в семье на Рождество и на Пасху всегда готовили молочных поросят, и я с детства помню, что косточки у них не такие жесткие. Но внимания не обратил. Поели, и потом он спрашивает, ну что, товарищи офицеры, вкусный обед? Очень вкусно, особенно поросята на второе. А он, оказывается, до этого не только меня, а всех четверых предупреждал, что накормит ежиками, и предъявил нам три шкурки. Получается, накормил таки. Спрашиваем, а чьи шкурки-то не выбросил? Да вы что? Вы знаете, сколько мне за них женщины молока дадут? Рассказал, и тут я вспомнил, что у нас тоже так делали. Когда взрослого теленка в табун гонят, то, чтобы он не сосал мамку, ему на морду надевает шкурку ежика, и корова не дает себя сосать. Хотелось бы задать вам один из важнейших вопросов нашего проекта. Вспоминая войну, у вас нет ощущения, что мы воевали с неоправданно высокими потерями, что людей у нас не берегли? Нет, у меня такой мысли никогда не возникало. Ни на фронте, ни потом. А то, что сейчас пишут про все эти штрафбаты за градотряды, будто мы немцев трупами закидали, так все это сочиняют нечистоплотные люди. Во всяком случае, лично мне такого видеть не пришлось. Зато прекрасно помню другое. Сначала у всех было одно желание, как можно быстрее попасть на фронт. А на фронте уже другое желание, как можно лучше воевать. А может, я и ошибаюсь, может, просто лично не попадал в настоящую мясорубку. Но я считаю, что нельзя отрываться от действительности. Надо рассказывать только то, что сам пережил, сам прочувствовал. Вот и будет правда. Конечно, я много всякого и слышал, и читал, но стараюсь дистанцироваться и воспринимаю это просто как данность. У кого-то так сложилось, а у меня вот так, поэтому и не могу судить и мыслить по-другому. Немцев, как солдат, можете оценить? Не возьмусь, потому что я тогда даже не задумывался об этом. Но, например, бросалось в глаза, что у них все строго по распорядку. Война войной, а обед по расписанию. Во время завтрака, обеда и ужина всякая стрельба прекращалась. Мы, когда выходили из окружения, то раза два прорывались именно в такие паузы. Знали, что нас не тронут и даже они особенно прятались. На фронте спиртное часто выдавали? Очень редко. Почему-то помню, что нам лишь раз выдали в Керчи по 100 граммов. Но в дивизии мы часто получали из Армении посылки. Старшина потрясет, если бренчит, офицером несет. Обычно там какие-то платочки, легкий табак, Давид Сосунский, да две-три бутылки вина. Но я вино всегда солдатам отдавал. Курить тоже не курил. Причем, как бы тяжело ни было, нам всегда выдавали на каждый день папиросы или наша марка, или беломор. Но я не курил и раздавал их своим солдатам в виде поощрения. Почти все ветераны вспоминают про случай травления техническим спиртом. И у меня есть такой эпизод. В январе 43-го нас ввели в первый эшелон, и мы по пути зашли в минеральные воды. Запомнилось, что там мы по существу единственный раз на фронте ночевали под крышей и в тепле. А я тогда был за командира роты, и ко мне пришел или сержант, или солдат. «Товарищ лейтенант, там стоят четыре цистерны со спиртом. Все ведрами тащат, разрешите, и мы наберем». Но я фактически лежал, малярия очень сильно трепала, и говорю медику роту, «Сходи, узнай». Он сходил, а там оказывается лишь одна с хорошим спиртом, остальные с древесным. Солдаты из ПТР их прострелят и целые ведра наливают. Но он сразу сказал, «Там, очевидно, древесный спирт, я по запаху чую, не разрешайте». А утром в полку многие ослепли и некоторые погибли. И что еще удивительно, утром как меня пронзило и малярия в один миг прошла. А я из-за спиртного однажды чуть у немцев не оказался. 4 декабря 43-го перед штурмом Керчи комполка собрал всех офицеров и давал последние указания. А после совещания организовали по 100 граммов спирта. В целом я не пил, но закуска была хорошая, американская колбаса, тушенка, и я посчитал, что не могу остаться белой вороной. Поэтому тоже выпил и захмелел. А когда пошел обратно, чуть в немецких окопах не оказался. Ночь темно, дождик моросил, и я остановился, туда ли иду. Ведь там линия обороны шла зигзагом. А я единственное, чего на фронте боялся, в плен попасть. И вдруг слышу немецкую речь, с меня хмель сразу слетел. Вот с тех пор и зарекся пить на фронте. Я и после войны почти не пил. Если нас с женой звали на свадьбу, например, то мы с ней мучились. Поэтому мы с ней носили стопочки или рюмочки и водичку наливали. Правда, многие обижались, но она 73 года прожила и ни глотка не выпила. Ведь вы с женой во время войны познакомились? Когда наш батальон стоял на постое в садово-огородной бригаде под Ейском, наш старшина договорился с одной женщиной, чтобы я пожил в их доме. Этой хозяйкой была тетя моей будущей жены, через нее и познакомились в июле 43-го, а поженились 29 апреля 1945 года. Меня, кстати, наше командование чуть ли не заставило это сделать. Когда меня избрали комсоргом, замполит спросил, женат? Нет еще. А девушка есть? А что? Жениться надо. И на штаба чуть что сразу наседает. Зинов, когда женишься? Командир полка, полковник Рудковский, то же самое. Оказывается, все просто. Считалось, что женатые алкоголь не употребляли, по девкам не бегали, трипер не ловили, поэтому командование полка и склоняло офицеров к женитьбе. А когда в апреле я вернулся из командировки в Германию, мне дали неделю и поехал к ней. Она ничего и не знала о моих намерениях, но согласилась и нас по блату зарегистрировали. И мы с моей Лидией Ивановной прожили 53 года, воспитали троих детей, есть шесть внуков и четверо правнуков. Многие ветераны вспоминают, что на фронте было распространено такое явление, как ППЖ. Я такого не видел, но у нас в армянской дивизии просто и женщин совсем не было. Вот только перед высадкой в Керчь нам санинструктором прислали совсем молодую девушку Любу, а у нас до этого санинструктором был один старшина, фамилии не помню, не молодой армянин, с ним, кстати, связана одна двусмысленная история. У него всегда было всего предостаточно, и бинты, и реваноль, в общем, весь обвешан, и весь мешок у него, и санитарная сумка, и даже какой-то термос, и мы все радовались, вот какой у нас хороший фельдшер, у него целая аптека с собой. И надо признать, как медик, он проявлял себя очень хорошо. Но в тот день, когда мы лежали в Витязевском лимане, его убило. Мина попала ему прямо в шею, голова отлетела, а мина ушла в воду и взорвалась в трясине. Все о нем очень сожалели, а когда похоронили, стали разбирать его вещи. Открыли этот его термос, литра на три, а в нем только часы, кольца, монштуки, в общем, всякие мелкие ценности. Видимо, снимался убитых и тяжело раненых. Тут, конечно, все сразу призадумались. С одной стороны, вроде как хороший, а с другой... Так что про ППЖ я вам ничего рассказать не могу, но то, что многие женщины во время войны вели себя излишне вольно, это верно. Например, за все время службы в Новочеркасске я всего два раза сходил на танцы, настолько не понравилось, потому что женщины там прямо ловили офицеров. Конечно, они совсем не развратные, просто природа требует, а мужиков-то нет, но выглядело все это некрасиво. Или вот вспомнился такой случай. Когда мы в марте 43-го стояли в Ейске, мне там приходилось дежурить по городу, а комендантом города был один моряк, майор, еврей небольшого роста. Старые люди его и сейчас должны помнить, потому что порядок он держал железный. А дежурили как? В патруль, в пару подбирали одного солдата и одну девушку из местных. И вот как-то во время одного из дежурств я распределял солдат из другой роты, причем они по-русски почти не говорили. Всех распределил кого куда, а на центральный рынок направил дежурить пару, в которую попала самая красивая девушка и самый некрасивый солдат. И вот сижу на дежурстве в комендатуре, и вдруг в два часа ночи приходит этот комендант. Дежурный, что у тебя за бардак? Какой бардак? Пошли, только тихо. Прошли с ним от комендатуры до рынка метров 300, тихонечко подходим, включает фонарик, а там этот старый эту девку жигует. Туда-сюда вскочили, привели их в комендатуру. Ее он утром сразу сдал в исполком, что ли. А его как привезли, он спрашивает, где винтовка? Вот, показывай. А затвор где? Оказывается, когда он их засек, то затвор снял, а они и не слышали. Как сложилась ваша послевоенная жизнь? Я очень хотел служить дальше, но в июне 46-го меня по здоровью комиссовали. Поехали с женой в мою родную деревню, а дома даже хлебом толком нет. На следующий день пошел в колхоз, там выписали сколько-то муки, еще чего-то, и председатель колхоза, Петровский Николай Павлович, говорит, давай три дня отдыхай, а потом выходи на работу бригадиром. Поработаешь, освоишься, а потом меня сменишь. Но пришел в военкомат становиться на учет, а мне говорят, офицерам сначала нужно в райком, а потом уже к нам. Прихожу к секретарю по кадрам, Воробьеву Петру Степановичу, представился, стали разговаривать. Рассказал, что уже договорился о работе в колхозе, а он мне говорит, нет, в колхоз не пойдете, мы вас направляем в райфиноотдел, потому что хотим его укомплектовать только коммунистами и бывшими офицерами. Начал возражать, а он говорит, так ведь устав партии есть, куда направить туда и пойдете. Так я же ничего в деньгах не понимаю. А в армию пошли, разве что-то знали? И тут научим. Начнете с самых низов, ведь для того, чтобы работать в финансовых органах, нужно знать, как люди живут, как деньги для государства собираются. Вот так я стал налоговым агентом. Не чувствовали неприязни людей? Все-таки это не самая благодарная работа. Нет, не было такого. Наоборот, все с большим уважением относились, потому что знали, налоги надо платить. А я-то тут при чем? И надо сказать, что за два года на этой должности я очень многое познал в жизни, потому что общался с массой самых разных людей, в каждом дворе по несколько раз побывал. У нас в сельсовете было шесть населенных пунктов, и везде я пешком ходил. Иногда по сто тысяч соберу, и ночью спокойно возвращаюсь. В сорок восьмом меня назначили налоговым инспектором, а в январе пятидесятого заместителем заведующего Бирского райфинотдела. Постоянно уговаривали перейти на работу в Министерство финансов Башкирской ССР. Даже к министру приглашали, но я категорически отказался. Почему? Просто хотел жить в деревне, а в город, тем более такой большой, как Уфа, совсем не тянуло. После окончания финансовых курсов в Ленинграде возглавлял райфинотделы в разных районах Башкирии. В 1957 году во время работы в Гафурийском районе даже хотели назначить директором совхоза, но я отказался. Решил и дальше работать в финансовой системе. А с 62-го и до самого выхода на пенсию работал заведующим райфинотдела стерилитомахского района, крупнейшего в Башкирии. По службе всегда был на хорошем счету и, думаю, не зря получил почетное звание отличника финансовой службы СССР. А на пенсию вышел в марте 1983 года. Здоровье уже стало подводить. Думал, годик отдохну, но больше так и не работал. Войну потом часто вспоминали. Вспоминать ее было особенно и некогда. Все дела, заботы. Но она мне очень долго снилась. В основном какие-то случаи из реальной жизни. Но особенно изводила, когда снилась та жуткая артподготовка в Керчи. Вы знаете, нужно быть большим писателем, чтобы верно передать то невероятное душевное напряжение. У меня таких слов нет. А когда переехали на эту квартиру, как поезд ночью рядом пойдет, я во сне начал волноваться. Все казалось, что немцы летят и сейчас будут бомбить. Жена это уже знала и меня успокаивала. А бывало, что и вскакивал, и она меня ловила. Но после того, как в марте 1995-го полежал в больнице, война уже не снилась, как отрезала. Интервью и литературная обработка Николая Чабану Конец интервью. Читал Олег Лобанов.